Я пришел к вам с Линуксом, потому что у нас сегодня Linux-Fest. Давайте я представлюсь, меня зовут Саша, я работаю главным инженером, чтобы это не значило. И хватит обо мне, давайте теперь выясним, кто такие вы. Вы, наверное, пользователи Линукс, чтобы это не значило. Кто использует Линукс? Вот у тебя двое у кого макбуки, я видел, вы руки не поднимайте. Потом мы с вами разберемся, какие вы ходите на линукс. Тебе Сашечку показать? Мой доклад будет посвящен обзору Linux-дистрибутивов. Давайте поговорим о том, что такое обзор, что такое Linux-дистрибутивы. Linux-дистрибутивов, если посмотреть, вообще утверждается, что Linux-дистрибутив — это ядро. А система называется GNU-Linux, но, не знаю, я достаточно прохладно отношусь к подобного рода дебатам и считаю, что надо пользоваться стандартом де-фактором. На самом деле, Linux, конечно, это система в целом. Так исторически сложилось, что каждый пляшет как хочет, у каждого есть свой дистрибутив Linux. Своя сборка, да, и они отличаются немного. Есть такой сайт, мы сегодня неоднократно к нему будем обращаться. Сайт называется DistraWatch. А кто, кстати? Слушайте, а у меня интернета, похоже, нет. Ага, отлично. Мы будем тестировать сейчас, как у нас Linux работает с интернетом. Как можно пользоваться чем-то, разведённого тут-бунта? Вот, видите, коллеги, мне понадобится охрана, потому что я вам сейчас буду рассказывать про дистрибутивы. Кажется, это было заявлено как дискуссионный блок. Эта тема такая, что как-то я боюсь, просто потом мне дойти до выхода, что тут, коллеги из Побелага, пусть меня охраняют, которые с Macbook, им-то, в общем-то, на меня их заплевать сегодня по всему. И они такие здоровые, крупные, пусть будут меня защищать Да, ну, это такой сайт, который посвящён новостям как раз в мире дистрибутивостроения, и здесь перечислено практически всё, что бывает. Если посмотреть, в принципе, известно, что рано или поздно популяция людей на Земле достигнет такого уровня, когда когда-либо умерших будет больше, чем живых. Слушайте, а уже достигло же, наверное, да? Вот с дистрибутивами тоже уже это произошло. Мёртвых дистрибутивов их уже, наверное, больше, чем живых, уже можно сказать, что популяция дистрибутива достаточно старая. И если посмотреть, здесь каждую неделю штуки 3 новых, ну, а о смерти дистрибутива никто никогда не сообщает, потому что это нерадостное известие. Понятно, что при таком компоте нужно как-то между ними пропроводить какие-то, я не знаю, соревнования, да, чтобы выбрать свой. Невозможно знать все. Люди как-то так устроены, что вот они любят почему-то не кошек и девушек, а всякую фигню, типа там, не знаю, у кого машина круче, у кого больше разрешения, у кого дистрибутив моднее по тем или иным параметрам. Памяти больше. Памяти больше, да, вот как-то так. Ну, с памятью все понятно. У кого больше денег, то себе больше памяти и купит. А с дистрибутивом, здесь видите, получается несколько сложнее. И мы сейчас попробуем оси вот эти вот, нарисовать координат. Магический квадрант в шести измерениях. И дистрибутивы в этом квадранте как-то расставить. Кто из них кто? Может быть даже углубимся в историю, потому что, причем мы углубимся моими глазами. Я все это наблюдаю практически с самого начала, с 1997 года. Я наблюдаю Linux, а Unix с 1993 года. И, в общем, я помню, как все это начиналось, когда ко мне пришел с сумкой пива мой друг и с двумя сидюками на Афбар. На одном был написан FreeBSD, а на другом предхед открытое ядро. И SSHV она тоже здесь была. И так получилось, что у меня был привод для дисков, который требовал ISA карты расширения, чтобы работать. То есть я FreeBSD диск туда поставил, а он вообще не виден. А вот Linux имел соответствующие драйвера, и так судьба сложилась, что я использую Linux. А почему вообще? Согласно статистике, я, кстати, статистику практически не буду упоминать, потому что это не статистический сайт. Они рейтинг-дистрибутивы меряют настолько странным способом, что поверить в то, что это отражает культуральность невозможна. С другой стороны, реальность нас не интересует. Если бы нас интересовала реальность, мы бы не били друг другу лица за то, что вот у одного из нас Ubuntu, а у второго джинту. А люди же... Слушайте, а кто из вас наверно в Surgr.ru зарегистрирован? И скажут, да ладно, так мало? Да ладно, не стесняйтесь, здесь все свои здесь. Мне кажется, я зарегистрированный, я писал туда два раза, потому что если продолжать туда писать, то можно до беды написаться очень быстро. Там как бы люди не банят, как на хабракабре, за то, что ты ведешь себя... за то, что ты говоришь людям правду. Но никому же не нравится правда, поэтому меня бы рано или поздно аплодили бы у дома и как бы заставили замолчать. Исторически, исторически... Что это? А почему он думал-то все это время делать? Потому что у меня МИНТ, наверное. Не закрою там лоуд в стране, там больше будет десяток. Но все равно там первый десяток, смотрите, с тобой делали. ИБСД просто закрывало. Что? ИБСД просто закрывало. А, это важно, да. Это главный дистрибутив. Да, вот так. На самом деле, да, так получилось, что МИНТ начался с того, что у меня был сидером не той системы. А иначе я бы был биздистом и сейчас бы тут с вами не общался бы на тему Linux. Вернее, общался бы, но меня бы... Я бы вас презирал. Потому что как этим можно пользоваться? Да, вы же видите. Вот. И исходного дистрибутива было не так много. Был, вот в России Блэдхэд, который привезли... Привез Миша Браво, насколько я помню. Поправляй меня им. Ты тоже все это должен помнить. В России было FreeBSD, которое чудесным образом проросло. Я не знаю. FreeBSD... Любой человек, который адепт FreeBSD, говорит, что FreeBSD это порядок, а Linux это хаос. Да! Это правда! Я тебе говорю, что это как с макбуком. Вот. Машина. Быстрее. Вот. Это open BSD. Это вообще BSD. А не FreeBSD. Я не знаю, как с вами спорить. Пришли с макбуками и какую-то фигню рассказывать. Мехи должны предъявить это клево. Да. Мне все время нравился хаос, потому что я патологически не принимаю порядок. Если вы зайдете ко мне в квартиру, вы поймете, о чем я. Вы обо что-нибудь тут же споткнетесь у входа просто. Когда ко мне пришел мой начальник, он посмотрел на это все и сказал, надо себе зарплату поднять, чтобы ты ремонт сделал. Он не знал, что это не поможет, на самом деле. Поднимай, не поднимай. Поэтому я, когда был молодым, я считал, что вот такой, знаете, питательный бульон. В этих дистрибутивах валяется человеческая мысль. Их должно быть много, из них должно происходить что-то хорошее. Но это почти так и получилось. Ридхэд тех лет, если кто-нибудь вспомнит, самое ужасное, что было в редхэде, это инискрипты. И вот в те годы дистрибутивы разделялись между собой по отношению к системе инискриптов. Были BSD подобные, и были вот редхэд подобные, а систем файв, наверное, подобные это называется. Когда есть такая развесистая система шелскриптов с функциями, и нет единого конфиг файла, и они как-то там пытаются сделать более-менее стандартным способом это. В 2000, наверное, в первом году или в 2000 году, когда мне нужно было написать свой инискрипт, я зашел в редхэдовский, посчитал и понял, что это какая-то каша вообще. И с тех пор ничего не поменялось. Кто из вас не любит системки, есть такие? Я знаю, что... Первый вопрос другой должен быть. Кто такой, что вы знаете, что такое? Ну давайте, кто знает, что такое системки, окей? Все знают вообще. Я же на Linux Face, в конце концов. Слушайте, очень странно, что вас так мало, тех, кто не любит систем дипа, потому что, ну, видимо, вы очень, как это, активнее. Систем дипа это порядок. Абсолютная правда. Систем дипа сравнению с... Никакого порядка нет. Почему порядок? Потому что сто пятьсот баймерис, которые не работают. Слушайте, акции. Я не знаю, я сегодня... У меня сейчас мысль будет немножечко прыгать. Плюс 350 багов Fedora, которые они находятся. Ничница. Ну, слушайте... А это отношение разработчиков к этим багов? Это же, это же все прекрасно. Это... Вы просто не понимаете, какой ужас я испытал, когда увидел инструкторит хэдов. Впервые. Я... Там было очень смешно. Там были... Environment Variables. Я с тех пор ненавижу Shell, Environment Variables и все вот это вот. Которые в одном месте, она одно имя имеет, а в другом другое. И разные сеттинги. И, видимо, как бы люди, которые писали, они... Один человек начал, написал что-то, ушел домой обедать. Второй пришел и сказал, ну блин, это же не так все делается, как бы... А кто-то того человека не стер. И вот много лет, много лет компания Red Hat полировала вот эти вот скрипты до тех пор, пока они однажды не поняли, однажды не почувствовали то же самое, что я когда-то. Что это все надо выкинуть и переписать. И мы видим, да, что вот эта нешелычная война, которая разгорелась между... На пустом месте совершенно между людьми, которые не любят системзии, которые готовы его использовать. Она показывает, насколько важно иметь вот систему инициализации, да, эти скрипты. Когда у вас Linux стартует, у вас там процесс видит, поднимается, и дальше ты должен сервисы запустить. И так казалось, реально очень сложная задача, как мы видим. Ее 30 лет вот решают, и до сих пор... И до сих пор системзии. Да, и до сих пор Леонат Порзник Козерин пишет в социальную сеть Google, что мне поступают угрозы моей жизни. А вы знаете, что он в СУ запихал системгибры? Да, СУ и ФАНИ. Ну а что такого-то в этом? Я... Смотрите... Давайте туда все запихаем. Графическую оболочку туда запихаем. Да у вас нет плана вообще, если бы и не знал. А как? Смотрите, по поводу графической оболочки. Вот сейчас мы начнем безжалостнейшим образом вот этот список резать. Очень просто. Вот и не скрипты, это важно, да, но гораздо важнее. Почему я, так сказать, завел разговор про то, что мы должны как-то там задесектить, да, все это разделить. Потому что должна быть цель. Вот дистрибутивы должны рождаться и умирать с какой-то целью. Если просто люди делают дистрибутивы, непонятно, ну зачем? Это же одна из претензий фребездистов, что вот у вас нету, как бы у вас... Вы распыляетесь. И это правда. Если мы распыляемся, давайте какую-нибудь цель себе придумаем. Зачем мы это делаем? Для того, чтобы у нас был прогресс какой-то. Это во-первых. А во-вторых, как бы, что такое прогресс? Это появление новых классных вещей. Что такое новые классные вещи? Это то, чем удобно пользоваться. Мы долго ждали Linux на desktop и дождались того, что у нас нету desktop. Я совершенно уверен, что много лет никакого desktop нет. Что такое desktop? Это... Есть машины с Windows для несчастных бухгалтеров. Кто из вас, кстати, пользуется Windows? Вот так вот, в дневной работе, давай ежедневной. Приходится. Мне уже много лет не приходится. Я не знаю, что это такое Windows. У меня вот... Я долго сидел на Фидоре пока... А меня централизованно поставили. Ну, со мной тоже такое было. Я отказался. А? А я ее, так сказать, не централизованно... Ну, нет, я ее не сносил. Я просто сделал до нее RDP канал и ушел домой. И в офис приходил только за зарплатой. Там была Windows, я знал, что она у меня есть. Если бы я захотел, я мог бы ей пользоваться. То есть, получается, что рынок таким образом сегментировался, что нет такого понятия desktop. Есть понятие там, планшет. В планшете у многих Linux. Многие даже не знают, что это Linux, а он там есть при этом. Что Android это Linux. Кино смотреть. Кино я смотрю на телевизоре, и в телевизоре тоже Linux, вы не поверите. Ну, Linux. Телевизор внутри и Linux натурально. То есть, Linux он вообще везде. Когда у вас пакет по интернету уйдет, он там через такое количество Linux проходит. И приходит на сервере, где Linux, скорее всего. В машинах стоит Linux. Да, ну то есть, он везде. Я не знаю, зачем вам год Linux на desktop, потому что никого desktop я не наблюдаю. Мне от моего ноутбука нужно вот, чтобы у меня была консоль. И она у меня есть. И в ней классно, круто настроенные VIM разноцветные. Я могу вам показать. Недавно себе Neo VIM скачал у меня. Какой-нибудь файл из тут открыть. У меня есть файлы какие-то. Какой-нибудь файл найдем. С классными цветами у меня он. С классной, с классной... А, вы ж не видите еще. Ну, может это и хорошо. Не, ну видно в общем. Вот, вообще у меня отличный VIM, видите? Статус бар модный идет в принципе. 256 цветов в терминале. Могли ли мы мечтать 25 лет назад про то, что будет 256 цветов? У меня все есть, что мне нужно. Поэтому мы сконцентрируемся на серверных решениях. К серверным решениям есть ряд требований. Я думаю, что вы лучше меня должны знать. Хотя, вы знаете, это вот тоже место, где люди блются друг с другом. Какие из линуксов я встречаю на серверах? Я встречаю CentOS, Ubuntu, Debian и, не будь она неладно, Gen2. Кто из вас пользовался Gen2? Да что такое? Нет, ну есть. И что на серверах тоже Gen2, да? А Debian? Нет, Debian я перечислил. RedHat еще плюс. Вот, RedHat и CentOS. Ну, я не знаю, RedHat от CentOS отличается тем, что RedHat продает какую-то поддержку, которая не нужна. Потому что поддержка RedHat кончается в тот момент, когда вы ставите любой не сертифицированный RedHat пакет. В этот момент они говорят, не, мы вас поддерживать не будем. Вы что-то поставили не то, мы не знаем что. Причем из их же репозиторий, скорее всего. Поэтому, поддержка RedHat, я не знаю, зачем она нужна. Ну, RedHat классная компания, они очень много контрибуют в ядро. Фактически, когда мы говорим, что Linux, Linux сделает RedHat во многом процентов, наверное, на 60. Поэтому, давайте просто так им деньги вносить, а не делал опасное дело. Получается, что, ну, это вот мой личный опыт, да что я вижу из сервера. И интересно, что нет никаких причин, я вот сегодня пытался изобрести причину, принесил туда что-то другое. Есть причины где инстарировать что-нибудь. Все вот это вот, то что здесь перечислено, это варианты сделать десктопный хороший Linux. Если вы на Linux.org.ru заходите и смотрите, там есть раздел со скриншотами, вы видите, что люди себе делают отличный такой домик, да, с собой, чтобы таскать там поняшки какие-то на этом самом, на обоях. А? Реалока здесь нет. А? Реалока здесь нет. Это ты про этот раздел, где вид его рабочих столов подойдет? Да, да, да. Там классно, я люблю, бывает, зайти посмотреть. Я пытался себе сделать красивый рабочий стол, но выяснилось, что рабочий стол они никогда в жизни не видят. Я вижу ВИМ и консоли, все. А что же все остальные люди, которые туда после скриншот, они их видят? Чтобы иногда смотреть на него. Я вообще не понимаю, что они делают со своим компьютером, потому что поняшек смотрят, наверное, что прикольно. У меня в свое время тоже были две анимешные девчонки на обоях, но это было очень давно. Это было в 2001 году. И ко мне по конторе ходило смотреть, какие классные у меня девчонки на обоях. Как будто они не могли себе поставить. Вот, но тем не менее, да, вот к сожалению нету нигде рейтинга серверных дистрибутивов, потому что серверные дистрибутивы это деньги. А когда дело касается денег, любая статистика врет. Но я думаю, что мы сейчас статистику соберем с вас. Кто из вас любит Ubuntu на сервере? Не то что любит, но принимает, скажем так. Не, ну кто-то любит, тем не менее. А кто из вас дебина любит на сервере? Вот это совершенно необъяснимая тема. А кто любит рейтхатовские вещи? Сэнтос. Ого. А Федора сервер кто-нибудь любит? Есть такие люди. Эйма, а где у тебя Федора сервер? Алма. Ну и Дженту мы знаем, что среди нас есть, да, тоже такие. Люди, которые идут на Дженту. Почему вы любите дебина, а не любите Ubuntu? Скажите мне, пожалуйста, я не понимаю. У нас же можно... Зачем так сложилось? Убунту для дома. Дебин для работы. Изначально. Ну а что препятствует Ubuntu? Ладно. Такой вопрос. Критикативный стандарт. Сказали на рабочую вышестоящую часть. Только дебин, ничего больше. Не волнуй. Круга. А есть таки, которые? Вот. Мне интересно просто, вот так сказать. А может быть... Не переходим на новые версии? Наверняка среди вас есть люди, когда просто вообще не любят Ubuntu. Не переходят. Потому что там безопасники что-то поладят, что-то скажут. Вот бумажка, сделайте новую. Просто смотрите, я любил еще Debian. И у меня была в голове стройная, так сказать, мотивация его любить. Мне казалось, что Debian это порядок. Но поскольку сейчас я уже знаю, что порядок это FreeBSD, Debian оказался просто старьем. Ну реально. Как Ubuntu удалось завоевать рынок? Они хоть как-то прислушали... Баркер обманул. Да, обманул. Он обещал себя же софт. Они хоть как-то наслушали пользователей. Любая попытка из Debian сделать хотя бы деспотный какой-то дистрибутив. Вот все попытки проваливались. Был такой Аптосид. Кто из вас слышал про Аптосид когда-нибудь? Ага. Знаете, да, что с ним стало? Потом от него отделился... Он Седок теперь называет. Он уже дохлый. Они потом, они дважды переименовывались, по дороге теряя каждый раз по третьей или половине команды. Аптосид, Седакс, Седакшн. Кончилось это предсказуемо ничем. Есть Linux Mint Debian Edition, который тоже там выходил полтора раза. И я не знаю... Я знаю одного человека, который им пользуется. Он англичанин, сидит в Воронеже. Есть среди вас пользователи Linux Mint Debian Edition? Сам нет. Я думаю, что нет. Вы даже, может быть, и не знали, что такое вообще существует. И почему? Потому что деспотные пользователи говорят, что в Debian все старое. Что это? Ну как? Gnome. Bound of Gnome. Да? Нет. Bound of Gnome тоже. Нет. Правильно. Правильно. Это Linux Mint Debian Edition. И получается, что люди используют Debian на серверах, потому что им кажется, что Debian это солидно. Вот, выверено, хорошо. Какое место. Потому что в Абутбурге мы донат смеются, на самом деле. Поэтому они какие-то... Да! Абсолютно! Потому что... Ну, хусра... Да, да. Это элитизм. Вы просто не любите тупых. А можно рекламу свою довязывать еще? Дебианом и просто другой дистрибутив не знает, не рассматривается? Нет? Так тогда... Я не понимаю. Отличается. Человек поработал под Debianом. Когда человек поработал под Debianом, он должен ногами двери открывать, ходить и говорить. Да я теперь любой ряду не знаю. Это SlackWare. Нет, SlackWare... Слушайте. Вот. Вы вспомнили SlackWare. SlackWare это же вообще pet project. У человека, у которого было свободное время. Я знаю, что вообще пиво варит. И делает SlackWare. И вот как бы... Ни фиштяк. Вы когда использовали SlackWare? Даже не на серверах, а вообще. Без пакетного менеджера вообще невозможно. Но при этом зависимости... Но при этом зависимости... Он не прям зависимости. Там наоборот намного минималистичнее в Debianе, там нет выделения на... Как минималистичнее? Я помню, да. Нет выделения на LIV, на DEV, на DOC. Для этого есть CRUPS. Вот что-то SlackWare. Да, вот видите, как... Он все там не Bainers, там он из исходника комбинирует. А в чем цель-то SlackWare? В чем смысл его существования? Вот есть дистрибутивы, если возвращаться к разговору, в рабочем существовании. Есть национальные дистрибутивы. Вот есть дистрибутив там, допустим... Зачем нужен дистрибутив Knoppix? Для двух вещей. Чтобы показать людям, как можно работать с Сидюка, но он давно уже это сделал, все, можно уходить. И чтобы показать людям, что в Германии не умеют делать дизайн вообще просто. Они умеют делать дизайн машин каким-то чудом. Но дизайн из всего, что на компьютере у них получается так, что в лоб не мои глаза. Зачем был нужен дистрибутив Ubuntu? Затем, чтобы там на форуме собралось так прикольное количество людей, которые, когда ты читаешь вопросы и ответы, ты думаешь, что да, я не буду это использовать на сервере, я не буду это использовать вообще. А бунтовую рекламу из десятой версии начал навязывать клиентам? Ну, амазон. Да. И потому, что Маку не удалось убедить Ди Гонкоре выпускать релизы. Да, так он зашел-то на самом деле. С чего? С того, что он сделал визуально привлекательные обои и вообще... Но это подшло потом. Ну, это был благиат. А Ubuntu заходил вообще, он в итоге занял 60% рынка серверного Linux, просто зайдя с десктопа, который потом исчез. Да, десктопа нет, а Ubuntu остался. Я считаю, что это потому, что, да, действительно, нужно было зарабатывать деньги, нужно было вложить по минимуму. А как вложить по минимуму? Привлечь аудиторию, информировать аудиторию, которая до этого была не вашей. Вот, завести форум с хомячками, которые, извините, ну да, мы все не любим тупых. Поэтому люди и не любят Ubuntu на сервере. А Ubuntu на сервере давно уже не... Ну там нет обоев, да? Там все-все другое. Там Gnome запилили в последнее время. На сервере? На сервере. На сервере? На сервере. Почему я люблю Ubuntu на сервере? Потому что, вот смотрите, я показывал сервер одну и то же. Это жесть. Как он это найти теперь? А зачем он нужен? Давайте я поиск найду. Как бы ты можешь сказать, нет. Ну да, это можно сказать, нет. Сейчас. Я не вижу. Я все еще в интернете? По-моему, уже нет. Нет, интернет есть. Что-то он у меня... А, все. Смотрите, я сейчас объясню, что я пытаюсь вам показать. В Ubuntu на все пакеты собираются дебаг-символы. К любому собранному Ubuntu пакету есть дебаг-символы. Для меня это бесценно вообще. Такое... Такое... Знаете, хоть как-то съедят в синтосе, но тоже там не к любому пакету соберутся дебаг-символы. А в Ubuntu ко всему, в Debian этого нет. Есть. Нет. Есть. Нет. Я сам собираю пакеты, у меня есть. Отлично, у вас есть. А у остальных нет. А Ubuntu есть специальный репозиторий. Есть пакеты DBG, а есть D-Deb. Я вот хотел D-Deb'овскую репочку сейчас показать. А зачем нужны дебаг-символы? Потому что я хочу первым смотреть. А где у меня втыкает? В каком месте на процессоре? Для меня это просто бесценно. Я без этого не могу. О, проснулся. Так, отлично. Здесь где-то у меня бедная страница любимая. Слушайте, я нажал. Вот. И здесь, по слову D-Deb, вот специальная репа. Я нашел дискуссию у DBG, где они говорят, что они пора ли нам так же. Вот смотрите, бунтушники-то собирают как бы ко всему дебаг-символы, вообще ко всему. А мы-то не собираем. Мы собираем только в основном пакет. Ну и там дискуссия, судя по всему, умерла. Еще одно, так сказать, разделение, да, которое делит по по сути дела на четыре класса все дистрибутивы. Ну, может быть, на пять. Ну, два основных. Это пакетные менеджеры. Это типа KG и RPM. Соответственно, два типа репозиторий. Ну, еще есть дженту, у которого там вместо пакетного менеджера что-то, что-то свое, да? Что-то настолько свое. Мне интересно, вот люди, которые делали дженту, они исходили из идеи, что нужно однажды потратить там немножечко процесс одного времени и собрать оптимальный дистрибутив. Ну, и покажите мне теперь человеку, у которого работает оптимальный биновит быстрее, чем у соседа с DB. Мне интересно, есть такие вообще? Кто-то верит. Это просто какая-то маркетинговая фигня оказалась, да? Мне так кажется. Ну, я нигде не видел доказательства того, что дженту быстрее. И почему я вообще упоминаю дженту? Потому что мне пришло 20 машин с джентой в продакшн. Я пробил все. Не потому что мне дженту не нравится, а потому что я пытался автоматизировать ее хоть как-то. Я люблю integration-менеджмент систему. У меня упарк Ubuntu и синтосий управляется просто Ansible. При попытке пристегнуть Ansible к дженту, оказалось, что Ansible знает, что такое дженту, но хорошо бы для начала что-нибудь иммержнуть такое, эквери, чтобы было в системе. При попытке иммержнуть эквери, он говорил, что что-то у тебя старый питон какой-то, давай-ка ты обновишь вообще все. Ну, не вообще все, но хотя бы питон. Оказалось, что у меня есть машины, у которых версии API 4, а сейчас уже пятая везде, и там 4 из таких машин я смог Т5 дотянуть, а одну не смог вообще никак. И вы сейчас можете подумать, что я не осилил или сказать мне, что я не осилил, но вы знаете, в интернете как бы нет ничего на эту тему вообще. Вероятно, это можно как-то сделать, но проще всего, мне кажется, взять и переинсталлировать все вообще. Можно написать на форму, или нет. Там, да, можно, но... Зачем? Мы придумали перспективный план замещения просто всей дженты на Ubuntu и сделали это, оказалось, что это работает быстро и вообще хорошо. А остальные дженты мы с больным и плачем, в лампе в 3 недели рабочего времени дотащили до состояния, когда в них новое ядро. И в этот момент я понял, зачем нужен дженту. Затем, что если за ней следить, то в продакшене можно делать любые вещи, как и вы хотите после того, как у вас есть хорошо настроенная джента. То есть у нее есть все-таки цель. Просто ее сложно достигать. Если вы берете себе продакшен дженту, у вас работа будет всегда. Потому что взять в продакшен ролинг-линис, дистрибутив дженту или арк, это вот постоянно обеспечить себя работой. С другой стороны, если у вас большой парк машин, вы и так постоянно обеспечены работой. Такой дзен, да? Говорят, что люди, у которых дженту лучше знают, как устроен линус. Ну, мне интересно даже. Но тот человек, который оставил нам этот парк, он вообще не знал, как устроен линус. Но тем не менее... То есть, линус торрис, который пользуется, знает хуже линус, чем тот, который... Есть такое поверье ящим. Алекс, Алекс. Это история про хэнтбук. Там просампулированная информация. Известно, лучше всего изучать линус, а хэндбуку при вызове. История про хэнтбук. Это история про арт-линус. Который в России называют почему-то арщем. Читается он, конечно, арт. Зачем нужен арт-линус? Там не по закону. Арт-линус или нет. Арт-линус это сборник документации, но там нет хэндбука. Там офигенные вики. Нет, вики там хорошие, но это уже для человека, который вошел в кунсор. А человеку нужен хэндбук, гайд, где степ-бай степ, человек вот всовывается в голову понятие. У нас есть много разных программ. Это можно соединять с файлами. Ядро сначала ставится так, потом засовывается туда. Вот эти вещи... А тут да, в этом знаешь. Ты же уже знал, когда появился джинту, ты уже знаешь такую вину. Я знал, но куча народу не знала. А вот про чем? Те, кто, конечно, тянется к знаме. Есть люди, которым можно ложкой закликивать в рот, как бы да, абсолютно скрывают. Человека, который тянется к знаниям, невозможно остановить ничем. Ему не нужен никакой... В общем, не прочесть какую-то структурированную информацию, чем самому пытаться узнать, кто это. Возможно. Понятия не имеют. Блин, я даже не знал, что он тоже есть хэндбук. Просто давно, как ты правильно в начале речи сказал, давно с этим встречаются, давно с этим работают. Людям нужно с чего-то насчитать. Вот хэндбук, хэндбук FreeBSD... А почему тогда не взять Linux from scratch, который вообще кроме хэндбука ничего себе не достает? Можно взять, можно. Но хэндбук винту лучше. Если ты получаешь рабочую систему, а не набор костылей потом. Ну да какое отношение-то все? Это же получается... Так и пишите тогда, мы делаем образовательный дистрибутив. А тогда к тебе никто не пойдет. Почему? Потому что как бы людям неинтересно это делать. Это интересно там? Нет, ну... Поздравляю, я образовательный дистрибутив восстанавливаю. А потом а пацанам что сказать? Ну так кто скажет, я собрал свой минус, а так... Иначе получается гораздо более сильное когнитивное искажение. Иначе человек получает как бы в руки довольно мощный инструмент. Но для того, чтобы его правильно применить, необходимо, во-первых, изучить все повадки самого дженту. Там есть параллельная структура, да, конфигураторы там местных пакетов. Там всякие флаги, там надо все это собрать правильным образом. Это надо задуматься. То есть для того, чтобы им пользоваться, вы уже должны что-то знать. Да. Ну, либо можно... Там все написано. Да не все там написано, конечно. Там некоторые вещи не написаны. Хэндбук никогда не покрывает потребностей, ну, всех потребностей человека. Я ставлю Ubuntu вот поэтому. Потому что Ubuntu можно поставить везде. Потому что в Ubuntu люди думают о завтрашнем дне. Надо деньги зарабатывать. А, ты про рабочих. Они думают, как заработать денег. Ну, прекрасно. Нет, если они не будут слушать, что кастомеры хотят, которые, правда, тупые, конечно, все, да, я понимаю, но они же не заработают денег. Если какая-то система занимает 60% рынка, означает, что все будут смотреть на нее и делать под нее. Сегодня со мной... Почему я пришел без слайдов? Потому что я проснулся в 7 утра и думаю. Тотал мы имеем в Систем Д вместо Абстарта и Вейланд вместо мира. Зашевись! 60% рынка. Пойми, 60% рынка еще не гарантирует тебе, что он на тебя будет смотреть. Он будет на тебя смотреть и ржать над тобой, потому что гигант и обломался. Так, блин, это со всеми вещами, которые 60% рынка занимают. То есть, смотрите на PHP. Потому что, я еще раз говорю, мы ненавидим тупых. Но вы поймите, что других-то нет. Что если вы хотите денег зарабатывать, вам нужно делать для них. Для домохозяева. А, да, для людей, которые различают цвета обоев, там, коричневые, там, визуально приятенными, потом фиолетовые. Нормально. Сейчас до Симова дойду. Что? Я уверен, что дойду до Голубого. Ну, рано или поздно, до Радужного даже могут дойти. Тем не менее, тем не менее, если вокруг меня какая-то система имеет хорошие, так сказать, если она все время встречается, почему бы мне ей не пользоваться? Если, как люди говорят, нам все равно, какой Linux брать. Тем более, что я не понимаю ни одного преимущества Debian перед Дубунтом. Вот в чем они преимущества? Это же одно и то же, по сути. Что, блин? Ветфсит более новый там. Ветфсит в продакшене? Я не знаю, как бы, блин. Нет, так ты определить, смотри. Кстати, на луну, что оборудование не так много пакетов обновляется, как людей не... Перескапившись на продакшен. Новая версия. Но они тоже есть, уже перестали обновлять карты. Давно уже. Вот. В конце концов, мы дойдем до людей, которые пользуются Fedora сервером, и скажем, что они тоже мощные ребята. Я сегодня нашел, зачем нужен Fedora сервер. Но он не нужен, на самом деле, потому что... А так? Нет. Он нужен. Если говорить о... Дальнейшем разделении, еще интересная политика апдейтов. Если Linux это ядро, давайте посмотрим на ядро. У нас получается, по большому счету, две основные ветки. Это вот Ubuntu и Sentos. В Sentos ядро, как попало в релиз, так у него номер не меняется. А в Ubuntu 14.4 и LTS, какое сейчас ядро, кто знает? И 19. 13 и 19 из пакетов ставьте. Вот. У всех разное. А сейчас еще приедет из 15. Уже приехал 4.2? У меня на каких-то машинах 13. Я не понимаю, как его за апдейти. Почему это 19? Надо поставить пакет в Ubuntu 14.4? Ну вот да. То есть Ubuntu даже в LTS считает, и совершенно справедливо, что не надо обманывать людей, и надо двигать ядро вперед. А Sentos? А Sentos там еще на третье, а не себя. А Sentos там номер у ядра есть, да, версия, но ядро при этом переписано примерно на две трети. Но ты при этом можешь... 26, 26, 25. Они тоже... Да, конечно, но ядро при этом, ядро даже 26 какое-то там, 26, 32. 32, по-моему, да. Ну оно никакое не 2632. Оно внутри, блин, там перф работает, там много чего есть от того, что не должно быть. Если вы возьмете ваниль 2632, вы очень сильно удивитесь. Поэтому получается, что как бы все ведущие производители дистрибутивов серверных понимают, что бедро надо двигать вперед. Без новых фич люди умрут. Ну нельзя как бы... Сколько там цикл по одежде? Лет 10, наверное, да? Нельзя 10 лет не менять ядро. Не подключаясь к интернету. Они наоборот, они... Думают они наоборот. Они думают наоборот, потому что есть люди, которым нужно оставить себя. Потому что так бы они его двигали. Они его и двигают. Они просто нам не говорят. Они его двигают именно потому что есть большой запрос на то, что двигать. Но при этом они его не двигают в нормальном смысле, потому что как раз есть люди, которым нужно старое. Но это политика. А факт это таковы, что ядро надо двигать. И собирают тот же инкат, и люди собирают тот завершие инкаты, да? И тут мы на самом деле приходим вот к чему. Что мы сейчас вот говорим, что ядра разные там, разные политики. А про пакетные менеджеры мне сказать нечего. Потому что все пакетные менеджеры в современных дистрибутивах, они все сломаны, на мой взгляд. И я не знаю там, как можно YUM с DPKG, с APT сравнивать. Это же одно и то же. Ну реально. У меня внутри нет никакого совершенно различия между ними. Я и не могу сказать, что вот в Debian там лучше пакетный менеджер. Да он настолько же плох, насколько в RPM-based дистрибутивах. Единственное, что в RPM-based дистрибутивах есть две или три разных версий RPM-а. Что добавляет еще смеха. Голова от этого не болит, потому что если вспомнить датации существования дистрибутивов. Некоторые дистрибутивы существуют только потому, что есть много разных стран и много разных языков. Вот в России делают дистрибутивы. Зачем их делают в России, я не смог понять до сих пор. Национальный дистрибутив. Вот, да. Единственный как бы понятный мне резон произведения дистрибутивов в России это госсектор. И тот как бы усидчивый человек, который доживел до того, чтобы госсектор действительно начнет покупать какой-то сделанный не внутри себя же дистрибутив русский, он получит деньги и правда, но пока этого не наблюдается. Ну что, Артлинук прекрасно покупает. Кто? Артлинукс это российский. Куда он покупает? Везде. В партии школы сейчас копнули его. Слушайте, да я же наблюдал эту историю. Нет, очень много. Смотри, у нас сейчас весь город сидит на Артлинуксе. У нас вся городская правительство, все сети, все один. Господи, надо же. Учебные заведения на Артлинуксе работают все. В школу составляют. Я внедрял, когда вышло постановление о том, что должен быть свободный софт, я работал в школе. Ко мне пришел директор по IT-школы и сказал, слушайте, тут какая-то бумага из прокуратуры, куда должен быть линукс. Фиг его знает, что это, но ты, пожалуйста, поставь. Я его поставил в виртуалку и у нас там был линукс, мы могли отчитаться, что у нас он есть. Не пользовался им реально никто. Ну еще у нас был линукс на серверах, естественно. Но школьникам его не показывали. А сейчас везде используют линукс. Вот, кстати, лючок бывает линукс. Ну это же прекрасно. Линукс Минт, вот, я знаю, использую. Слушайте, это отличная новость. Здесь есть люди, которые соображают, они преподают как-то на линукс. Если нет людей... В больницах используют линукс. На самом деле, понятно, что преподавание линукс, по моему представлению, про линукс. Это не преподавание линукс. Преподавание какого-нибудь рисования в варде. Ну, беда, короче. Мы договорились договорились. Нет учителей сейчас, чтобы пройти. Молодые люди не идут за эту зарплату, да. Молодые люди еще и линукс не знают. Мало того, что они не идут за эту зарплату. Они же еще... Так вот. Я, когда пытался обосновать возможность применения джинту и вообще ролика дистрибутива продакшн, я подумал, что... Вы не поверите, мне иногда нужно очень новое ядро. Потому что, несмотря на то, что линукс существует очень давно, есть классные штуки в новых ядрах. Я вам сейчас покажу. Я хотел... Я посмотрел, где самые новые ядра, да. Я так наткнулся на арклину с глазами. Я решил, что вот сейчас я его поставлю. Виртуалочку. Ну что, у меня будет 422 ядро, и я там развернусь. Я поставил, действительно, виртуалочку арклинукс. Поставил туда ядро. Скачал то, что мне надо было скачать. Попытался собрать. И, знаете, углубился в язык C. Так, сижу и смотрю. Так, так, здесь у меня отсюда. Блин. Почему он его не видит? Давайте посудим его полный путь. Вот так у меня все утре и прошло. Что говорит нам о том, что... Нужно брать тот дистрибутив. Про который разработчики хотя бы имели представление. Потому что, если у вас есть что-то на языке C, задолбаться со сборкой вы можете в тот же момент. Это, на самом деле, говорит о том, что разработчики, то есть, точнее, сборщики дистрибутивов не зря едят свой хлеб. А Fedora чаще обновляет ядро, чем Debian. Вот. Смотрите, я в итоге поставил себе, уже в машине, когда я ехал сюда, я поставил себе Fedora Server. Сейчас я его запущу. На Fedora уже 4, 2, 3 версии едра. Вот, 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 вот. Сейчас утонул, я вам покажу. За что я бился-то, за что я страдал. Вот сейчас я запущу Fedora и покажу. Fedora Server на самом деле имеет право на жизнь. А CENTES еще на тройке сидит. Да. Ну CENTES вообще такое, настоящее тоже старье. Нет, в CENTES есть редко с ядром сверху. В CENTES всегда, вот те, кто CENTES пользуется, у них ответ один на все. У нас есть... Нет, это официально. Где? Где? Не, блин, на шоу. Как называть? Сейчас я вам сейчас на этом пока расскажу. Там, как я использовал, я дал поставку данную задачу и забыл. Так, а что у меня там? Запустилось еще что-ли? С костюмом. Не запустило. Все же он уже запустилось. А почему меня не в логине? Вот он, Винокс-то. Да, вон это. Сейчас посмотрим. Да нет, все нормально, должен логинить. Он пытается, наверное, у меня от DNS-ить. Ну, сейчас вот так, лёвно. А с другой стороны, а, ну вот. О чем я говорю, собственно. Есть проект EBTF, который с четыре первого ядра пошел. Это виртуальная машина прямо в ядре, с помощью которой можно делать различные клевые профайлинги. Вот, вообще, мечта моя. Смотрите. Я беру, запускаю утилитку. Она работает, работает. И потом рисует на распределение latency гистограмму. Я этого ждал всю жизнь. До живого года я этого ждал. И вот. Fedora сервер. Да, ничего даже компилировать практически не пришлось. Ба-бах. У меня есть гистограмма. Правда, она такая. Сейчас её уменьшить, видимо, надо. Видите, гистограмма отличная совершенно. Наконец-то можно человеку показать, что распределение latency, оно двухмодовое. У него два горба. Видите, вот отлично видно. Правда, непонятно, зачем это простому человеку, но мне это доставляет массу удовольствия. Я очень жду, когда это можно будет сделать в любом серверном дистрибутиве. Потому что это не единственная программа, которая есть. Тут куча других написанных скриптов уже под эту виртуальную машину. Которая присоединяется. И это очень поможет перформанс-инженеру. Поэтому сейчас такое время, когда вот Fedora сервера это есть, а в Ubuntu этого нет. Но это будет, скорее всего, в апрельском релизе. И мы его, конечно, все очень сильно ждём. Когда это будет в дебиле, я боюсь даже представить. Года через три. Или когда там энтузиасты возьмут и подпортнут ядро. А в Сентесе тоже, в общем-то. А в Сентесе они затащат это, не меняя версию. Три десятая сейчас, да? Они притащат это тоже тридесятое ядро. Таким образом, я, наверное, буду закругляться. Что я хотел сказать? Я хотел сказать, что я ни к чему вас не призываю. Разве что, не ходите больше на LinuxFest с макбуками. Это раздражает. С Федорой. Давайте строим install fest и инсталируем коллегам Федору. Раз уж они на LinuxFest. Пока их нет. Да-да, пока их нет. Свобода есть пока. Свободный макбук. Я думаю, что... Какой я могу вывод сделать? Не замыкайтесь в рамках какого-то аналогичного мотива. И не вдумывайте странных обоснований. Пытайтесь как бы докопаться прямо до сути вещей, желательно измеримой какой-то. Если вы не пользуетесь Ubuntu, потому что у нее тупые пользователи, то это, ну, валидно может быть, но это больше характеризует вас, чем Ubuntu и ее пользователей. Это вы какой-то неправильный, а не они. Всем можно пользоваться, в общем, все полезно, что в рот полезло, да? Кроме FreeBSD. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 КАРТОМοι